Всем привет, это Agents of Vects и сегодня мы посмотрим новый кодекс друг Харри. Это будет не полный разбор обстоятельный, а так маленький обзорчик галопом по Европам проедемся по основным таким моментом. Я обращу ваше внимание на вещи, которые меня зацепили, которые мне так понравились или не очень понравились. А полноценный обстоятельный разбор всего кодекса будет у нас в других роликах. Это будет не один ролик, а несколько, там мы пройдемся вдумчиво по разным аспектам этого издания. Ну и что же, у нас вышел новый кодекс, и давайте-ка в него заглянем. Vecta нет, ребят, кодекс говно, расходимся. Но на самом деле нет, давайте дадим шанс, еще и еще дадим шанс, посмотрим давайте, что у нас там все-таки есть. Может векта-то и нет, но может что-то другое есть, может какая-нибудь леди Мелис у нас заедет. Ну, первое, на что хочется обратить внимание, это то, что ГВ нас не балует. Нам дали по яйцам, нас понерфили, очень много понерфили, очень важного, то, что мы всегда любили, то, к чему мы привыкли. Этого теперь больше нет, забудьте. Но взамен нам кое-что и дали. Одной рукой дает, другой рукой берет. И что же у нас, давайте взглянем, пойдем по порядку. Сперва обратим ваше внимание на детачменты. Детачменты нам, в принципе, все показывали сразу. Ну, это уже инфа устаревшая, но, тем не менее, у нас есть детачмент, состоящий чисто из патрулей. Ну, как детачмент. Композиция армия, состоящая из патрулей. Неважно, сколько у вас патрулей, вы ни за один из них не платите команд-поинт. Но, как бы, вы еще получаете два команд-поинта за тот патруль, в котором у вас сидит варлорд. Это правило не кодекса, это правило рулбука. Если его не поменяют в каких-то факах, оно так и останется. Ну, и, естественно, Real Space Raiders Detachment. Великолепная штука, такая большая махина, когда ты берешь все три подфракции в один детачмент. Это все бесплатно, это все получают, ну, какую-то синергию и ничего не теряют. И там даже наемнички наши получают некоторые преимущества. Ну, нормально, мы это разбирали, мы на это смотрели. Окей, поехали дальше. Дальше у нас мастера HQ нововведения. То есть, мастера Архонта нам уже показывала Games Workshop в превьюшках. И он, в принципе, ок, норм. Да, он 15 очков стоит наш, более дорогой Архонт, но умеет драться чуть резвее, да, дважды драться. Если ты его зарядишь каким-нибудь артефактиком, это будет в плюс. Ну, так же, так же у нас появились мастера Суккубы и мастера Гомункулы, тоже со своими реликами, тоже со своими трейтами. Вот, например, мастер Суккуб умеет консолидироваться на дополнительные 3 дюйма в любую сторону. Ну, это, кстати, это очень круто. А потом, чуть-чуть попозже расскажу, почему. И мастера Гомункулы, тут меня, конечно, мое сердечко тешит, радует. То есть, эта жопа тебе и воскресает на 2+, что твоя Селестина. И может лечить и воскрешать Д3 врэков. Ну, это очень классные обилочки. Плюс там артефакт просто бомбезной многофункции. Он хоть и одноразовый, но он многофункциональный. Ты хочешь мордалки на весь, на кого хочешь. Либо ты отключаешь ауру какому-нибудь взорвавшемуся персонажу оппонента. В тактической точке зрения это очень классно. Может сролять. Да, мне нравится. Ну и плюс, плюс, плюс. Я хоть и хохотал над тем, что в превью от Games Workshop нам показали только Труборнов. А будут ли Бладбрайды и еще кто-то. Это совсем было не факт. Но, тем не менее, нам завезли. И Бладбрайды у нас приехали. И еще какие-то невероятные врэки. Элитные врэки Свита Гомункулов. Хемоксайты. Как они называются. Бладбрайды у нас. Ну, такое. По сравнению даже с теми Труборнами они. Так. ВС 2+. Окей, ладно. До третьего хода вы будете драться хорошо. Ну и дополнительная обилка на доп.ап на шестерочках. У них работает еще ядренее. Надо ли оно? Ну, такое. Но зато, зато. Если ты будешь Бладбрайдов брать по инарям. Вот этот вот ВС 2+, тогда будет хорошо работать. Хорошо. Мне кажется, в инарях они больше потенциал смогут раскрыть. Вот. И гомункульские черти вот эти вот в рейке гемоксиды. Они тоже очень крутые. Во-первых, там получше инвуль у них становится. У них... Ну, блин, ты игнорируешь первый проваленный сейв. Дамаг от первого проваленного сейва. Хоть там у тебя ласка прилетела. Хоть мель-то с радикатора на максимальный дамаг тебе влепилась туда. То наплевать. Ты его просто игнорируешь. Ну, это замечательно. Замечательно. Единственный минус, конечно, ты двадцатками такую толпу не погодишь. Там только 10 моделей. И плюс, ты их не бесплатно получаешь, а доплачиваешь очки. Там по два, по три очка за каждую модельку элитную. Что тоже не дает особо разбежаться. Ну и да, апгрейд на мастера Архонта Мастера Суккуба. Там по плюс 15 очков. Мастер Гомунку плюс 20. Если я не ошибаюсь, я сейчас это по памяти рассказываю. Общие правила у нас немножечко изменились. Давайте рассмотрим общие правила. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что нам дали совершенно новое и невиданное ранее спецправило Blade Artists. Оно заключается исключительно в том, что на шестерку ту вунд в ХТХ у нас появляется дополнительный АП. То есть это ваши атаки не становятся АП-1, а приобретают дополнительный 1 для АП. А это не бог весь что, да, во-первых, ну не бог весь что. С другой стороны, АП нам очень всегда не хватало и лишним не будет. Как бы в хозяйстве все пригодится. Плюс это, ну там вообще на всех юнитах это правило есть, даже на лодках. Дальше у нас появилось спецправило Insensible to Pain. Что же это такое? А это наша старая добрая ФНПшечка у нас переехала из таблицы Power from Pain вот сюда. И Insensible to Pain нам дает 5 плюс ФНП. Пользуясь случаем, хочу я прервать немножечко нашу трансляцию и передать привет всем юнитам из Гвардии Смерти. Ну ладно, не будем так уж сильно сдворадствовать. На самом деле далеко не все юниты у нас имеют этот. Это только чисто для Ковена, да. Плюс Ковен у нас лишился 5-го инвуля сразу. А уж 4-го инвуля и подавно он у нас лишился. Так что, ну, хрен его знает. Это надо уже смотреть, как оно будет. И следующее, следующее у нас спецправило Combat Drugs. Это оно неплохо. Я, помнится, переживал. Нам позволили брать, короче, любую наркоту на любой юнит в любом количестве ты можешь дублировать. Раньше нам нужно было пройти по всей таблице, распределить все 6 видов наркотиков, чтобы наш любимый наркотик на плюс Тафну продолжать дублировать по разным уже юнитам. Теперь все, нет, ты назначил. Вот, мне нравится вот этот. У нас вся армия будет вштырена именно каким-нибудь Painbringer'ом или Splintermind'ом. Вот, я переживал. Почему? Потому что таблицу наркоты нам не предоставили. И они могли с ней сделать все, что угодно. Они могли изуродовать, как бог, таблицу Power From Pain. Или черепаху. Но там все хорошо. Там все в порядке. За маленьким исключением. Такой небольшой нерв сделали. Наркота наша такая, третий или второй. Иногда второй, иногда третий. По популярности выбор боевых наркотиков для меня плюс одна атака. Теперь работает только с черджа. Не постоянно. Ну, такое себе, да? Так и культов страйф у нас лишился. Абилочки плюс одной атаки с черджа. Ну, ладно. Учитывая то, что вся армия у нас приобрела дополнительную атаку, то вот этот маленький нерв у нас, ну, не особо парит. Ну, и, естественно, еще одно уже заключительное спецправило. Это многострадальная таблица Power From Pain. Тут, конечно, ну, шестой инвуль для всей армии. Во-первых, не вся армия в нем нуждается. Далеко, как и было предсказано. Было много-много предположений, что, допустим, лодки потеряют свой Night Shield 5-й инвуль, да? Или еще что-нибудь. Нет, не потеряли. То есть там и мандрейки в 5-м инвуле остались, и с корджи 5-й инвуль получили. То есть, ну, для этих ребят вообще это правило. Вот. А Ковины у нас вообще без инвуля. Как бы у них 5-й ФНП, что неплохо. Ну, вот теперь 6-й инвуль будет. То есть у нас был раньше 5-й инвуль и 6-й ФНП. Мы не говорим про исключительные, постоянные, все общие случаи, когда у тебя 4-й инвуль и 6-й ФНП. Ну, окей, стоковые, стоковые Dark Technomancer, например, или Artists of Flash. У нас 5-й инвуль, 6-й ФНП. Сейчас 6-й инвуль, 5-й ФНП. Шила на мыло. Но текущая ситуация лучше. Почему? Потому что 5-й ФНП тебя лучше спасает от марталок, как минимум. Ну, и входящий дамаг он тоже значительно лучше съедает. На мой взгляд, я, конечно, не просчитывал, но что-то мне подсказывает, что это чуть-чуть получше. Вот на пол шишечки карася это чуть получше. Плюс 6-й инвуль у нас работает на технику. Казалось бы, на технике же 5-й инвуль, ты чего? Куда ты смотришь? Так он 5-й инвуль, это только против стрельбы. А так у нас наша милая лодочка, когда к ней придет примарис капитан с молотком, будет от него уже 6-й инвуль откидывать гораздо лучше, чем ничего. Очень часто лодки ничего не откидывают, потому что у них 4-я броня, так сейчас хоть 6-очка. Ну, это так радует мое сердечко. Вот, потом второй вариант, вторая ступень по таблице, это чардж после адванса. Тоже для всей армии, для лодок включительно, тоже классно, классно. Я, конечно, очень сильно переживал, что мы потеряли рерол, чарджа, рерол адванса мы, конечно, тоже потеряли. И это, с одной стороны, бьет по нашей мобильности, с другой стороны, предоставляет нам некоторые другие возможности. Плюс, тот самый пресловутый рерол чарджа у нас есть в кодексе, и у нас есть способы его получить. Например, там, культ ред гриф или какой-нибудь кастомный ковен. Имеют такие обилочки, поэтому, ну, не все потеряно, не все так плохо. Я буду скучать по реролу адванса, потому что это тоже нужная вещь во многих случаях. Ну, да ладно, перс с ним. Вот, третья, третья ступенька, это когда ты монстрой или техникой. Штраф от стрельбы в хэви оружие в ХТХ у тебя игнорируется. Я задал вопрос, а почему, а зачем? У нас же хэви оружия нет. Нет, ребята, теперь у нас есть хэви оружие. Она у нас все теперь хэви, блин, оружие. На этом мы попозже заострим внимание. Ну, хоть, вот, хоть чем-то, конечно, этот нерф смягчили. Это, это, это ужасно, это ужасно, что хэви пушек у нас теперь очень много стало. Это очень плохо. Но, хоть как-то это где-то подсластили пилюлю. Ну, и пятый инвуль у нас на четвертый ход начинается. И вот эту обилочку ты хочешь получить как можно раньше. Вероятно, вероятно, тебе придется брать какие-то артефакты, какие-то стратагемы прожимать для того, чтобы сдвинуть таблицу Power From Pain на один ход и как-то приблизиться к этой обилочке как можно раньше. Ну, плюс у нас еще одна стратагемушка такая появилась, очень интересная. Она внезапно работает от Кроноса. Когда есть рядом Кронос, ты можешь разогнать один из своих Даркальдарских юнитов вообще по максималочке. По максималочке. То есть, как будто у них на первых... Им нужно убить кого-то, да? Твоему юниту нужно убить. Потом рядом должен стоять Кронос. Ты должен заявить эту стратагему, и вот этот юнит теперь получит зашкаливающую таблицу Power From Pain. Там все до пятого хода тебе эфир лица, игнор таблица деградации. Если ты какой-нибудь случайный реведжер на поле боя, то вот как-то так. И пятый инвуль у тебя у реведжера тоже будет. Тоже классно. ХТХ, конечно. Вот, ну вот такие, вот такие у нас общие правила. Чувства противоречивые, но будем с этим жить. А теперь разберем обсессионы. Наши бонусы от подфракций. Ну, первое, на что хочется обратить внимание, это, конечно, переработка стратагема Agents of Vects. Мы больше не отменяем вражескую стратагему, но нам дали кое-что другое. Как уже было упомянуто, мы потеряли четвертый инвуль для ковенских юнитов. Ох, царство небесное. Да, понерфили нам кое-что, но завезли кое-чего нового. Кабалы. Что у нас там интересного? Черное сердце по-прежнему интересно, по-прежнему чувствуется мощь Vecta. Плюс, плюс, да, на каждый кабал. Раньше был какой-то один бонусок такой, ну полтора. Ну, единственное, там Flight Scout получал целый список разных преференций. А теперь почти все кабалы имеют такой же внушительный список бонусов. Ну и Черное сердце тому не исключение. Это очень прикольно, потому что ты теперь можешь... Я не знаю, ты берешь Черное сердечко, берешь Real Space Raider Detachment какой-нибудь, да, чтобы у тебя Архонт со справкой от Vecta. Read of the Living Muse у нас не изменился, все так же. Реролл единиц на 2 вунд. У тебя вся армия, ну, все Core Юниты получают этот Реролл единиц на 2 вунд. Даже Ковинские, даже вот, даже юниты от Аллаха, которые тебе прислал, они получают. Это круто. Плюс обилочка на плюс 1 по таблице Power From Pain. Это вот то, что нам нужно, да. Вот мы уже приехали на 1, потом какой-нибудь артефактик еще на 1 ступень нам даст при движении по этой табличке. И завесный 5-й инвуль мы уже можем получить на 2-й ход, к примеру, да. Чувствуется некоторая синергия, например, с инкубами у этого кабала, потому что, ну, потому что наемники получают бонус от Черного Сердца, да. То есть у нас, ого-го, да, там и плюс 1 лидак и все такое. Это очень быстрый кабал получается у нас, потому что у нас рейдеры могут на 1-й ход чаржить после адванса. Конечно, рейдеры не имеют Enhanced Ether Sails встроены в профиль. Это все еще стратагема. Но, тем не менее, один из рейдеров может проехать 22 дюйма, а потом еще по чаржить и что-нибудь нерадивое у оппонента завязать. А потом ты высаживаешь своих инкубов и начинаешь ломать лица, а там инкубов уже будут на 2-й плюс попадать на 2-й ход. Нормальная тема, то есть, ну, про инкубов еще отдельно поговорим. Вот. Дальше. Poison Tung. Очень классный, очень классный. Но, как бы, нету каких-то неочевидных бонусов от этого кабала. Все предельно просто, прямолинейно, как инструкция для граблей. Плюс 1 туун для Poison оружия. Обратите внимание, для всего Poison оружия, даже для хтх-шного, то есть, агонайзеры тоже будут на 3-й плюс вундить. Это не шутки. Ну, и предполагается, что, видимо, этот кабал у нас будет делать обильный веном спам, чтобы поливать все из крутых сплинтеров на 3-й плюс и вот-вот-вот все такое. Кастомные. Кастомные кабалы имеют средства для разгона яда также. Я, помнится, жаловался, что механика яда у нас довольно всратая, бесполезная. Яд это просто горох, он херово вундит, он вообще ничего не делает. Сейчас эта ситуация в лучшую сторону исправляется. Давайте посмотрим на какие-нибудь кастомные кабалы для разгона яда. Это вот у нас на Mercyless Rezor King. Шестерки на 2-хит для сплинтерного оружия делают 2 хита. Да, такая мини-тесла. Кстати, такая мини-тесла есть на атаке и для Вичей, и для Коэнов. В принципе, такое универсальное спецправило. Дальше у нас эффект Total Efficiency. Шестерки на 2-вунд от стрельбы. Это дополнительный АП. То есть, на винтовках кабалитов обычных АП нету, ну так хотя бы на шестерки 2-вунд они будут лучше пробивать. И Toxincrafters это обилочка, которая пожирает как бы оба, ну короче она такая, да, громоздкая обилка. С этой обилкой ты не можешь взять другую, вот что я хотел сказать. Реролы единиц на ядовитое оружие и шестерки на 2-хит вундят на 2+. Тоже неплохо, тоже разгон яда какой-нибудь какой, но Poison Tank тоже ничего. То есть, тут что получше, это надо уже сидеть с калькулятором вычислять, что больнее бьет и стоит ли оно вообще с Вич. Дальше у нас Вичи идут. Вич-культы. Вот в предыдущем кодексе Вич-культы все были норм. Там не было любимчиков, там и Культ оф Страйф был хороший, и Керст Блэйд, и Рэд Гриф тоже особенно хорош, потому что был чардж после Адванса у единственных у них. Но сами Вичи, сами юниты были не особо. Сейчас немножко ситуация поменялась и другие бонусы уже у нас. Культ оф Страйф в данный момент кажется фаворитом, потому что Культ оф Страйф у нас всегда дерется первым. Для Вичей это безумно важно, потому что им очень нужно втащить первыми, потому что, как бы, ну как, если им вперед... Если вперед ударят их, то там уже никого не останется. Вот, и как бы, очень классная там стратагемка у них есть, на Культ оф Страйф драться и стрелять повторно еще раз, тоже классная тема. Культ Керст Блэйд, классические качки на плюс одну силу, это у нас Вичи, Руки Базуки. Плюс у нас есть еще старый добрый Рэд Гриф, они у нас просто Орликинов косплеят. То есть, за Power From Pain ты чарджешь после Адванса, плюс, собственно, белочка от Рэд Грифа это Рерол Чарджа. То есть, они по-прежнему супербыстрый, по-прежнему чарджат после Адванса и по-прежнему реролят Чарджи. Для них это критически важно. Кто здесь лучше всех, фиг его знает. Но раньше, как бы, Рэд Гриф подразумевал, что ты сюда набираешь байков, каких-нибудь гелионов, делаешь АВС рейтинг флайбай, когда ты на Адвансе пролетаешь над вражеским юнитом, наваливаешь ему Морталах и после этого туда вчардживаешься. Сейчас так умеют делать все. Единственное, что Рэд Гриф получает какую-то более надежность, надежность в черджах, да? То есть, чарджем с Реролла, как боярик. И еще прикольно то, что Кабал Черного Сердца у нас может чарджить с Рероллом уже... О, господи, каким Рероллом. Чарджит после Адванса на первый ход, а Рэд Гриф только на второй. Вот такие вот они быстрые. Но я вот для себя выбрал, что Культ оф Страйф, Культ Лилитки, он чуть получше остальных. В среде кастомных культов все, в принципе, более-менее по-старому. Там также Тест оф Скилл есть, да? Плюс один Ту Вунд по монстре и технике. Это одно из моих любимых. Ну, в принципе, такое. Дальше у нас Ковины. Ковины не шуточные у нас теперь, но Профит со Флэш растерял былую хватку, хотя продолжает держать такую лидирующую позицию, потому что там все еще Уриен Раккарт, это Мастер Гомункул. Он воскрешает, что твоя Селестина, да? Ну, это обилка любого Мастер Гомункула. Отличная обилочка на перманентный Трансхьюман, то есть тебя можно пробить. Четыре плюс ты только пробиваешься, едли сила не восьмая и выше. Что примечательно, это работает для Веномов и для рейдеров в том числе. Для них это имеет значение. Имеет значение, поскольку они уже не такие хрупкие становятся. Да, в тебя стреляют эрадикаторы, это там уже тебя ничего не спасет, но от каких-нибудь тяжелых пулеметов, которые всегда были бичом наших картонных лодочек, это хорошо зарешает. Плюс регенерируют одну рану каждый ход, что тебе не шутки совершенно, это очень классно. Таким образом чувствуется такой посыл, что Профит Софлэш это больше для Талосов и для Гротесков. Им имеет смысл регенерироваться. Но вот эта обилка с Трансухой, перманентной для всех, она поможет также врекам, которые будут где-то стоять далеко от Гомункулов. Например, на точке стоять где-нибудь. Например, они в Лос-Блоке стоят, а туда хочет в Лос-Блок пострелять какая-нибудь артиллерия. Я в артиллерии, там сила от пятой начинается, по четвертой Тафне у них не будет три плюс прогундить. Нормальная тема. Дальше у нас Дарк Крит идет. Дарк Крит получил небольшие преференции. То есть это всегда был Ковен, который снижает вражеский ледак. Но теперь, если твой ледак выше, чем у врага, ты получаешь плюс одну атаку. Нам не нужно выбирать, то есть минус один ледак, либо четвертый инвуль. Все Ковены уже у нас более-менее одинаковые. А тут так получается, что ледак у нас, допустим, на гротесках восьмой. На гротесках, да, я имею ввиду гротесков. Подошли гротески Дарк Крида к Спейсмаринам, у которых тоже восьмой ледак. Понизили им ледак за то, что они Дарк Крит, и уже количество атак увеличивается с каждой тушки еще на одну. Это очень интересно. Плюс у Дарк Крида безумно крутой Варлорд Трейд. Это отменить Objective Secure для одного из юнитов. Привет, некронские воины. У вас, конечно, ледак десятый. Мы вряд ли его вам понизим настолько, чтобы у нас он стал выше. Но, тем не менее, ваши двадцатки воинов в нужных местах будут переставать иметь Objective Secure. И сейчас, ребята, вы подождите, постойте, придут специалисты в рейке и точечку у вас отожмут. Это... Такие вещи выигрывают партии. Вот. И еще Coven of Twelve. Мне он импонирует очень сильно, поскольку... Ну, короче, у него дополнительный АП на все оружие. Суммируем, да? Орды вреков. У нас орды вреков. Вреки и так получили доп. АП. У вреков на рукопашном оружии минус один АП. С Coven of Twelve становится минус два АП. С правилом Blade Artist на шестерках минус три АП. Ого! Это что? Это в рейке будут сжечь в рукопаш. Но это такие агрессивные, болючие в рейке, которых может остановить только инвуль. Ну и да, скорее всего, вы, ребята, будете против них только инвуль и кидать. Потому что броню они режут как масло. Также, также, там еще у Coven of Twelve есть опасный гомункул. Там и релик у него, и варлорд трейд, и вообще истрота. Все предназначено для убийства героев. Очень классная тема. То есть, там Хренахс тебе, Морталка. Хренахс, я консолидировался. Еще тебе, там, Морталка. А то и Д3 плюс три Морталок на шестерке. Ух! Гомункул, тварь, опасная. Вот. Ну, смотрите, релик. Он заменяет гомункульские инструменты. Да, АП минус два становится. Гомункульские инструменты у нас АП нулевой имеют. Хотя на два плюс ундиат. Дэмэдж Д3 против персонажей Три дэмэджа. Так, очень классная тема. Вот. И стратагема, да, ты выбираешь характера. Ну, нон-викл, нон-монстр, в принципе, да, логично. Консолидируешься в него своим гомункулом и уже прокидываешь два пять, он получает Д3 Морталок. На шестерку он получает Д3 плюс три Морталок. То есть на шестерку ему вообще кирдык полный. Что там по кастомным ковинам? Наши любимые кастомные ковины немножечко понерфили. У нас были любимые это Артистс оф Флэш с минус одним дамагом и Дарк Техномансеры, которые больно стреляли. Артистс оф Флэш понерфили, потому что теперь это не работает на технику. А, собственно говоря, техникой был основной клиент. Минус один дамаг. Но в любом случае минус один дамаг на Талосах и Гротесках, когда тебе не приходится выбирать между Инвуль взять или минус один дамаг, это как бы да, это нормально. Плюс, минус один дамаг, пятый ФНП, это, это хорошо. Возможно, возможно, он продолжит оставаться нашим любимым ковином. Мы посмотрим. Дарк Техномансеры занерфлены немножечко. Во-первых, что изменилось? Когда ты делаешь перегрев на оружие, на единичках на ту хит, ты получаешь марталку. Ну, перегрев оружия дает тебе плюс один на бросок ту вунт и плюс один дэмэдж, за что мы и любим этот ковин. Но если перегрелась монстра или техника, то Д3 марталок ты получаешь. Вот это вот жестко, вот это вот нерв. Плюс, ты не можешь реролить проваленный. Вот это тебе, блин, не плазмач под какой-нибудь аурой Чаптер Мастера, ты не реролишь эти единицы, даже если рядом стоит Архон. Это, да, безусловно, нерв, безусловно, это отменяет какой-то Веном спам по Дарк Техномансерам, потому что у тебя Веном и кончится гораздо быстрее, чем ты сможешь кого-то из них убить. Это полный бред. Так что, да, проехать. Однако, давайте-ка посмотрим внимательно. Раз у нас перегрев случается на единички на ту-хит. У нас есть ликви-файр-ганы, которые чуть-чуть опнулись, и им не надо кидать единички на ту-хит. Это все, это плюс один ту-вунт и два дамага, как минимум, с автохитами. Отметим эту тему. Вот, также у нас тут есть другая кастомная белочка, да, вот эти вот Дарк Техномансеры и Артисов Флэш, да, это были наши любимые, есть еще другие. А Дарк Техномансеры еще один нерф, это то, что с ними нельзя другую белочку взять, хотя, знаешь, когда ты брал раньше Дарк Техномансеров, все остальное было уже неважно. Вот, другие белочки, которые один слот занимают, это Хангри Фор Флэш, позволяет реролить черджи, да, для Ковина это очень надо, и Обсессив Коллекторс переехал у нас из Псайкика Вейкнинга, если вражеский юнит был уничтожен, да, твоими врэками, например, или вообще любой, то есть Гротеский Леталус может порегенерировать Д3 Ран, в рейке Д3 моделей воскресить. В рейке становится очень интересной, то есть у тебя Мастер Гомункул воскрешает врэков, эта Обилочка воскрешает врэков, и еще у тебя Кронос может врэков воскрешать, если он кого-то съел. У нас конечно отняли стратагему Блэк Корнукопианс, которая позволяла любой юнит врэков за 2 Команд Пойнта воскресить, но у нас остались вот только такие инструменты, не бог весь что, но тем не менее врэки продолжают они теперь становятся какими-то зомби что ли, какие-то Покс Волкеры от Дарк Эльдаров, я представлял себе немного по-другому, это все-таки некоторая интеллектуальная элита, это специалисты, врачи, биологи, будущие гомункулы, в конце концов, не просто так, а тут они представляют собой, я не знаю, какую-то безумную, безликую орду в масках, которые у тебя идут, ну, это вопрос видения. раз уж мы заговорили о стратагемах, да, воскрешение вреков мы потеряли, Agents of Effect у нас, можно сказать, мы его тоже потеряли, но кое-что мы тоже приобрели. На что хотел бы обратить внимание, мои любимые стратагемы, это Cruel Deception, отступить и почаржить, Lighting Fast Reaction, это минус один тухит навесить, а Art of Torture, это реролл ту вунд на ковинские юниты, да, это все раньше стоило два командпоинта, теперь это можно и за один командпоинт делать, то есть Cruel Deception, ты теперь если только чарджишь после фолбэка, или только стреляешь после фолбэка, ты платишь только один командпоинт, это безумно, да, то есть те же гротески, им не нужно стрелять после фолбэка, им только по чарджить, дешевле стало, если хочешь и то и другое, заплати два командпоинта, стреляй и чарль, для кого-то это важно, для кого-то это совершенно не очень важно, тот же допустим Равагер, если тебе его залочили, ты не хочешь стрелять в бомжа, который тебе его залочил, ты просто отступаешь, кладешь на него один командпоинт и он снова на коне, безумно круто, конечно, ложечка дегтя есть в том, что наша любимая стратагема Fire and Fate стала стоить два очка, вот это херовая тема, потому что ГВ почему-то считает, что мы слишком быстрая армия и всеми силами пытается нас прибить к полу, то есть ты теперь чтобы помываться на 7 дюймов после стрельбы ты даже чарджить после этого не можешь, но какие блин два командпоинта, за шо, за шо, но учитывая, что три другие стратагемы подешевели, это можно как-то более-менее потерпеть, вот, вышеупомянутая стратагема Pain Drinker, это когда рядышком Кронос и юнит, который рядышком с Кроносом получает максимум бонусов от таблицы Power from Pain, это интересная тема, ну и моя любимая стратагемушка здесь, это Steel Bane Toxins, за два командпоинта, ты платишь два командпоинта, и стреляешь по технике, вундишь ее ядом, так, как будто она вообще не техника, то есть на полную катушку пробиваешь ее ядом, Poison Tank, привет Splinter ки, привет вообще любой там Land Raider и ну кто там, кто там есть, короче, на 3+, технику ядовитым дождем заливаешь ей хана, единственное, что сраные, вонючие, тупые, мудацкие, имперские рыцари сюда не подпадают, потому что они Титаника на Титаник эта стратегемка не работает, да пошли вы в жопу, короче, блядь. Оружие сперва давайте на рукопашное взглянем, ну, во-первых, что мы потеряли, мы потеряли весь рерол ту вунд, там не только с рукопашного оружия, да, цепи таласа, шреддеры, ракеты с резервинга, реролят ту вунд, теперь этого правила нету, черт, это плохо. Хаскблейд, Хаскблейд Архонта, мне кажется, он, 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 он стал очень плохой, потому что нету плюс один к силе, и, 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 зачем нам такой Хаскблейд вообще нужен, я не понимаю, то есть, раньше Хаскблейд вносил три с лишним вунды по Примарису, ну, да, по обычной тактичке, да, три с лишним вунды, теперь он вносит одну целую восемьдесят пять сотых ран, говно полное, плюс, а теперь, как бы, все остальные опции рукопашные у Архонта, они приблизительно взаимозаменяемы, и по мат-статистике, они приблизительно одно и то же количество ран наносят, то, силовой меч, да, плюс одна сила, хороший АП, но всего лишь один дамаг, да, Хаскблейд у нас ноль к силе, АП, ну, так себе, дамага побольше, да, то есть, Агонайзер, норм, тема, но вундиш только на четыре плюс, Веномблейд на два плюс вундиш, но АП всего лишь минус один, ну, вот туда-сюда, туда-сюда, непонятно, что брать, тут уже по вкусам, дальше, ну, почти все важное ХТХ оружие у нас получило дополнительный АП, это вышеупомянутый Веномблейд, вышеупомянутые ножи врэков, Вечевские ножи, очень много где, очень много где так и осталось, конечно, да, но дополнительный АП в рукопашку как-то, да, это нормально, ну и стрелковое оружие, да, почти все интересное стрелковое оружие у нас приобрело профиль Хэви, и это просто удар под дых, это отвратительно, почему, ну, как бы, дезинтеграторы и даркланцы на рейдерах, теперь Хэви, и шо, наша супербыстрая армия теперь не может стрелять после Адванса, че за бред вообще, скарджи у нас, да, вот у них целый арсенал оружия, которое больше никто брать не может, это те хейвайрбластеры, там, хитланцы, ну, хитланцы, конечно, на риверах, да, даркланцы, все тоже хэви, че, зачем скарджам хэви, почему, почему, это же бред, хрупкая платформа, которая имеет большой мув, им бы, блин, мобильность как-то реализовывать, но нет, мы должны стоять, чтобы не скриво-косо стрелять, это идиотизм полный, то есть, ну, один из самых больших нерфов, вот это вот утяжеление нашего оружия, но с другой стороны, давайте посмотрим на хитланц, он как будто победитель, первое место среди самых несчастных, которых вывели вверх, почему, потому что раньше хитланц у нас имел шестую силу, и теперь он имеет восьмую силу, дамаг д6 плюс 2, очень круто, очень круто, на талос теперь имеет смысл ставить только хитланцы, потому что, не, ну, талос-то он в любом случае на 4 плюс только попадает всегда, а даже, ну, как бы, игнорит хэви, ну и чё, байки у нас хэви не игнорят, скажи у нас хэви не игнорят, вот, поэтому, да, если ты попал, если тебе повезло попасть, то ты втащил, вроде как, получше, чем власть, это типа мельта рейндж, но мельта рейндж на все 18 дюймов твоей дальности, вот, почему это круто, шреддер, всё, до свидания, ему, конечно, удлинили головку его на 6 дюймов, теперь он не 12, а 18, такой же бластовый, но без реролла ту унт, он вообще кому нужен, вся фишка шреддера была в том, что у него есть рерол ту вунт, в ДОПП на шестерку нет, вообще никаких спецправил у него нет, АП жалкий, минус 1, не нужен нам шреддер вообще сейчас, а ликви файры теперь норм, ликви файры апнули, потому что, во-первых, 12 дюймов и не 8, во-вторых, четвертая сила, а не третия, и АП минус 2 фиксированный, конечно, это старая фишка ликви файра всегда была, то, что у тебя рандомный АП, и ты можешь по омановению кубика прямо сжечь кого-то насмерть совсем, но вот это вот в 8 редакции АП минус 3 максимум на рандоме было, АП минус 3 это не игнор АП совсем, каким он был раньше, так что ладно, вот, теперь АП стандартное, и, как я уже сказал, с Дарк Техномансерами эта штука будет работать очень интересно, имеет смысл попробовать Талосов с двойными ликви файерами, прикольная тема, Фантазм Гранатомет у нас немножечко изменился, он не понижает теперь ледак, к сожалению, зато действует перманентная стратагемка, у нас помнится, была одна из моих любимых таких прикольных стратагемок, когда ты перекинул ледак, и цель, которая подверглась атаке из фантазм Гранатомета, получает Д3 Морталок, теперь Морталка всего одна, теперь ты, теперь ты, короче, всегда перекидывать ледак должен, и на двух кубах, да, и тогда получает одну Морталку, но за каждое попадание, за каждое попадание, попал три раза, это бластовое оружие, Д3 выстрела, да, попал все три раза, у тебя есть шанс нанести три Морталки, ну, тут, 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 такой, 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 нет, нет, не особо, ну, ну, окей, надо зафиксировать, что-то изменение было, Гекс Райфл, Гекс Райфл, одна из моих любимых пушек, во-первых, она очень круто выглядит, во-вторых, ну, мне всегда нравилось стрелять из Гекс Райфла, то есть, это снайпа, у Дарк Эльдарпа особо-то снайперок не было, вот, короче, ее апнули, да, дали АП, дали два дамага, дали шестую силу, ух, то есть, вот, ну, Гекс Райфл, один из, вообще, бесспорных победителей, вот, в этом, в этом соревновании апнутых пушек, но, хитланс тоже норм, ну, что, теперь давайте самое интересное, посмотрим на юниты, по всем юнитам, проходиться мы, конечно, не будем, остановимся, задострим внимание, на самых интересных, таких вот, изменениях, что у нас там, ну, во-первых, стоит отметить, то, что, Дрозар и Инкубы, они, безусловные лидеры здесь, мои прям фавориты, тут даже надо, не искать каких-то хитрых комбинаций, просто берешь Инкубов, берешь Дрозар, и все, это очевидно, очевидно, Дрозар, он стал гораздо лучше, да, то есть, он подорожал, да, у нас, он 135 очков стоит, но в мониторном филдменуале, он тоже 135 очков стоит, но он стал лучше, вы посмотрите, он, конечно, потерял 6-й ФНП, да, и потому, что у нас Power From Paint, теперь по-другому работает, а этот 6-й ФНП, знаете ли, вот в моих играх, он не раз вытаскивал его из совершенно безвыходных ситуаций, ему был помереть уже давно, а он стоит, и на свой ход, потом уничтожает безумное количество очень опасных оппонентов, потерял Дрозарчик ФНП, но что он приобрел, во-первых, 4-й Ингуль, а не 5-й, и минус 1 дамаг по нему, вот знаете ли, вот этот размен, я одобряю, минус дамаг, это уже нахрен ФНП, когда есть минус 1 дамаг, и еще 4-й Ингуль, вообще безумие какое-то, теперь все Ингубы имеют правила на их Торментерских супершлемах, если ты перекинул вражеский ледак, засранец дерется последний, это как Виксатор Маска такая, вот, кстати, Виксатор Маску немного понерфили, у нее теперь 3 дюйма дальность, а не 6, что-то, пошли вы в жопу, короче, нахрена это было нерфить, какой-нибудь сраный, вы блин, Юдикаров своих понерфьте, хотел сказать слово, нехорошее, ну не ладно, короче, дальше Ингубы, Ингубы, да, Дрозарчик, Дрозарчик, все еще 2 активации имеет, в файт фазу, но для этого ему не нужно чарджить, тоже круто, это большой, очень ап, он потерял, конечно, правила, Летал Престижен, он потерял, Реролл Ту Вун, за свой Варлорд Трейд, ну и, да хрен с ним, он приобрел, и так, плюс 1 дамаг, нахрена ему, Летал Престижен, когда у него, блин, 3 дамага, стабильно он выдает, вот, а, обычные Ингубы, это правило, сохранили, пока жив Клейвекс, плюс 1 дамаг, на шестерках, эээ, вообще, они по 3 дамага будут вносить, так они по 2 вносят уже, и, они также получают, плюс 1 Ту Вута, от Дрозара, ну я вообще не знаю, о чем тут еще говорить, у них, тебе и 6 инвуль, стал, конечно, ФНП, они потеряли, да, мы все потеряли, этот ФНП, ой, Ингубы очень крутые, ладно, ох, я даже не знаю, не, ну вот смотрите, они отлично комбятся, во-первых, с Черным Сердцем, да, рядышком идет Архонт, который 2 раза дерется, рядышком у тебя идет Дрозар, который 2 раза дерется, дальше у тебя рядышком идут Рейдеры, на которых Гризли Трофис, висят Гризли Трофис, у нас снижают вражеский ледак, на 2, в 3 дюймах от Рейдера, и вот Венома тоже, на Венома, это тоже штуки ставятся, плюс, Веномы теперь от корпуса тоже измеряются, что увеличивает дальность потенциального их Гризли Трофис, это классно, все, а еще можно какого-нибудь из Дарк Крида, чувачка поставить, это уже минус 3 лидерства, врагам, и их Торментерские шлемы начинают работать еще лучше, почти все дерутся последними, безумная тема, безумная тема, вот, лилиточка наша, давайте, вот у нас есть все правила на лилиточку, если честно, я ожидал большего, но есть одна неочевидная тема, которая ее делает не полным говном, а возможно даже, какой-то имбой, во-первых, она мастер суккуба, а мастер суккуба умеет консолидироваться на 3 дюйма, дополнительных 3 дюйма, в любую сторону, это что делает? Это, ну, короче, лилиточка может драться и не получать сдачи, это ведь не пайлы на дополнительные 6 дюймов, это консолидация, ты подошел, ударил, консолидируешься назад, тебя не бьют в ответ, вот, это вообще, это можно милицию вызывать, потому что беспредел какой-то, дальше гомункул, вот гомункула жаль, очень жаль, потому что он растерял все свое спецоружие, никакого тебе агонайзера, там никакого тебе гекс-райфла больше на гомункуле, то барахло, которое на нем из коробки стоит, то ты только можешь брать, да, то есть это руки-ножницы, стингер-пистолет, его обычный нож, и шприц, однако, маленькая ложечка меда, чтобы подсластить пилюлю, это на нем уже висит, это на нем все вшито, встроено, то есть ты ничего, ни на что не меняешь, не докупаешь, вот хочешь шприцом что-то вколол, хочешь руками ножницы кому-нибудь подрезал, что лишнее выступающее, ну вот, гекс-райфл, конечно, жалко, гомункул гекс-райфл, он был очень крут, дальше гротески, давайте на них посмотрим, а куда смотреть надо, смотреть на профиль их оружия, там теперь два дамага, поехали дальше, гелионы, гелионы апнулись как черти, они получили дополнительную рану, они получили дополнительную тофну, они теперь у нас как джетбайки, недаром они стоят теперь по 17 очков, у меня в мониторном филдменуэле были большие вопросы, что стало с гелионами, что они по 17 очков, с ними стало именно это, нормальная тема, даешь им пятую тофну, 14 дюймовый мув, чарж после адванса, много стрельбы, ну, горохом ядовитым, их клюшка получила дополнительная п, все так же два дамага, норм, мандрейки, вот на мандрейков много нытья в комментариях было, мол, они не могут падать дипом во вражеский диплой, но, ребята, они и дипом-то вообще падать не могут, они теперь инфильтра, когда ты инфильтруешься, ты не можешь во вражеский диплой проникнуть, нам очень не хватало инфильтрационного юнита, я думаю, что найдется немало тактических применений для этого, ты можешь занять стол, ты можешь заранее занять четвер, где-то встать на точку этими мандрейками, что, замечательно, плюс во вражеский диплой ты все еще сможешь проникнуть, потому что мандрейки раз за игру умеют и диплоиться, просто они могут хоть в первый ход телепортироваться туда, заинфильтрились куда-нибудь, потом телепортировались нахрен туда, во вражеский диплой, мандрейки все еще норм, единственное, они не core unit, поэтому фишек плюшек бафов от архонта они получать не будут, если ты взял в реал спейс рейдерс детачмент. Скорджи, судя по всему, до свидания, потому что, как я уже сказал, мобильный юнит, который вооружен поголовно хэви оружием, никакого тебе понимаешь, никаких правил, которые эти компенсируются, выдали бы им второй баллистик. Окей, ты можешь ходить и стрелять из даркфланца на 3+, вот, но ты сейчас ходить в принципе не можешь, а они могут ходить, они должны ходить, я не знаю, оставлять их как дешевый дипстрайкающийся юнит, чисто вот знаете, голышом их брать, за 60 очков, чтобы они просто из дипа выпали, поставили скрэмблер, там какой-нибудь четверть заскорили, мы уже по маэлю будем играть, там вряд ли нужно будет скрэмблеры ставить, но тем не менее, такое, спасибо ГВ, что хоть шарт карабины не сделали хэви оружием, и на том, вот, дальше, Равагеры, Равагеры у нас не кор юнит, значит от Архонта никаких реролов не получают, плюс стоит безумное количество очков для такой хрупкой модели, поэтому поехали дальше, вот, Веном и Рейдеры, плюс одно место пассажирское они получили, спасибо Games Workshop за то, что смотришь мои ролики и знаешь о чем я плачу, Рейдеры еще получили плюс одну рану, но ребята не обольщаемся, это не баф, это нерв, потому что одна рана для рейдера вообще ничего не значит, во-первых, во-вторых, твой оппонент будет получать больше очков, убивая эти рейдеры, вот, Кронос, Кронос, да, стал чуть-чуть интереснее, он практически тот же Кронос, который мы знаем и не любим, но, но, во-первых, стратагема вышеупомянутая, когда ты можешь разогнать какой-то винит, во-вторых, его обилка на полечить, воскресить, когда ты сожрал какую-то модель тентаклями, ты можешь либо восстановить какие-то раны, либо можешь воскресить павшие модели, Core Unity, это отлично воскрешает вреков, а еще это отлично воскрешает талосов, я не шучу. Совет Архонта, у нас тоже изменился, во-первых, это от 4 до 16 моделей, от нуля ты выбираешь, то есть тебе не нужно каждой твари по единичке или по паре брать, все, хочешь с лист партибас собрать, то собираешь 16 слитов, то есть минимум 0, каждой модели в этом совете Архонта. Ламия, ламия у нас немножечко бафает, бафает, то есть на 6 плюс, тухит, она делает автовунду для ядок, еще один способ разогнать многострадальный ядик, надо в 3 дюймах, конечно, стоять от того юнита, который стреляет, но тем не менее. Медузка, Медузка у нас самая дорогая теперь стала, там по 22 очка за штуку, но ее огнемет теперь пистолетный, во-первых, да, 12 дюймов, четвертая сила, хорошая АП, пистолет, ты можешь огнеметом жечь в ХТХ. Слит и Ургуль, а у них раньше был 5-й инвуль, теперь это стал 5-й ФНП, у Ургуля, по-моему, даже не было никакого инвуля, ну, и не суть. Слит все так же защищает Архонта, да, может принимать на себя раны, на свой 5-й ФНП, очень неплохо, вот, и у всех моделей, как и раньше, по 3 раны, то есть ты можешь собрать 16-ти рыльную орду в 3-х ранах, единственное, что у всех, даже у Слита, теперь третья Тафна, что, ме, но это Кор Юнит, совет Архонта, это Кор Юнит, что, ну, тоже нормально, очень интересная тема, надо распробовать как-то, это все-таки, знаете, 16 слитов, 16 слитов, с шар-карабинами, из Тантауса, там как раз 16 моделей влезает, 16 на 3 умножьте, это большая цифра, и на 3 плюс будут пробивать, интересно, интересно. Что у нас там по дополнительным вторичным миссиям, ну, не супер какие-то миссии нам завезли, ну, во-первых, да, Take Them Alive, как у нас помнится, такая была MailStorm карточка, это тебе нужно убивать в рукопашку врагов, 3 виктори поинта, если это был персонаж или монстр, и один виктори поинт, если обычный бомж, ну, любой, там, любой, нон-карактер, нон-вейкл, да, то есть, за технику убитую в ХТХ мы не получаем, ну, Take Them Alive, да, техника это не Alive. Дальше, 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 типа, Beast for the Arenas, типа, ты набираешь себе новых животин для выступления на аренах, это тебе, во-первых, нужны Вичи, во-вторых, этими Вичами нужно убивать монстров, бестов, кавалерию, вот, то есть, по 3 виктори поинта за вот такой юнит, суперситуативно, это вообще какой-то бред, я не знаю, во-первых, Вич культом надо кого-то убить, во-вторых, нужно попасть так, чтобы это были, там, не знаю, не некроны какие-то, а, да, и бестов там кавалерию набрать. Очень странно, очень странно. Еще одна миссия, это на провал ледока, ты получаешь 1 виктори поинт за каждую модель, которая сбежала на ледоке. Тоже, я бы посомневался такое брать, но ради фана стоит попробовать, когда у тебя какой-нибудь Дарк Крит, вот эти вот все Гризли Трофис и прочие штрафы на ледок, на самом деле не очень много у нас в кодексе, поэтому тут вообще как повезет, слишком рандомно, слишком на удачу. И последняя миссия, это классическая фигня, а почему классическая, потому что у некронов такая же есть, ты получаешь 2 виктори поинта за каждую четверть, в которой нет врага, нельзя ее на первый ход делать. Это полная херня, потому что тут ты получишь максимум 8 виктори поинтов, это меньше даже, чем скрэмблеры, поэтому когда вообще нечего брать, да, конечно, это можно рассмотреть. Ну, такие себе миссии. С одной стороны, Games Workshop подталкивает нашу армию на драку в ХТХ, да, вот учитывая все эти хеви-оружия, трипыры, все эти бонусы, все эти дополнительные АП на рукопашное оружие, имеет смысл брать вот этот Take Them Alive и идти убивать юниты в рукопашку. Ну, там неважно, каким вечами ты или гомункулами это сделаешь, пофиг. Вот такие миссии, да. Ну что же, резюмируя всю вышеупомянутую болтовню, давайте пройдемся еще раз глазками по этому кодексу и посмотрим вместе с нами, удалось ли Games Workshop избавиться от самых главных проблем кодекса 8 редакции. Но, во-первых, первой проблемой была нехватка ХКУ. Эту проблему они решить попытались. Во-первых, понятно, что новых моделей нам никто не завезет. Раз в три года какая-нибудь стратая моделька переиздавалась, да. Следующей моделькой, которая будет переиздаваться, будет Уриен Раккарт. Там будет какой-то разожравшийся гомункул, очень пожилой. Так что вот, ну потому что это последний именной персонаж, который очень нужен, важно играет, и он еще не переиздавался. Так что никаких тебе забудьте там про Мандрейков, Гротесков, Пластиковых. Этого ничего никогда не будет. Уж тем более Архонта на байке никогда тоже не будет. И всяких младших командных составов тоже никогда не будет. Забудьте про них. Вот. Но, тем не менее, ГВ осознает эту проблему и как-то попыталась решить, введя вот этих вот мастеров, гомункулов, Архонтов. Конечно же, это не отдельный дата-слейд. Но, ладно, я засчитаю, засчитаю попытку. Да, то есть поставим. Да, эту проблему как минимум ГВ признает и пытается решить. Окей. Совет Архонта. Был всратый. Это была проблема. Теперь они ее решили. Вообще блестяще. Едем дальше. Пассажирские места в транспорте. Решена. Проблема решена. Ее больше никогда нету. Решена идеально. Решена прекрасно. Дальше у нас проблемка была. Отсутствие бафов для наемников. Бафов не было никаких стратагем. Ничего. Бафы для наемников появились. Все-таки есть теперь какие-то пути для наших Blades for Hire. Получить реролы. Получить какие-то кабальские плюшки. Да, то есть черное сердце мы берем. И там уже, о, инкубчики уже получают чего-то там. Стратагем для наемников у нас также не получилось завести. Но, ладно. На мой взгляд, чем меньше стратагем и чем выше их качество, тем лучше. Качество у наших стратагем высокое. Их количество небольшое. Это классно. Нет закачки HQ наших в байк. Да, это мы уже проехали. И это никогда не будет. Эта проблема не решена. Минус. Минус сразу ставим. Другая проблема была очень важная. Это яд. Яд был всратый. Эту проблему ГВ решила. Решила отлично. Механика самого яда не была переработана. Но это и не потребовалось. То есть ГВ завезло достаточное количество бонусов на яд. Каких-то таких. Где-то АП, где-то Дамаг, где-то Плюс Ту Вун. Вот это вот. Так что считаем проблему с ядом решенной. Классно. Зачет. Раньше у нас был общий баланс противопехотной стрельбы и противотанковой стрельбы. Очень всратый. Теперь давайте посмотрим на наши апгрейдованные Даркландцы. На наши Хитландцы. Несмотря на то, что это хэви оружие. Оно все апнулось. Оно теперь адекватный противотанк. У нас ведь, допустим, тот же обсидиан Роуз. Обсидиановая Роза у нас может реролить единичку. Ну, Господи, какую единичку. Один кубик на Ту Вун, да, всратый Ту Вун, ты можешь париролить за каждый юнит. Это круто. Ну, как, я не знаю, там, Саламандры, да, или Смерт от Черепа, по-моему, да, они у орков называются. Очень я завидовал такой обилочке. Теперь, да, она появилась. У обсидиановой Розы. Единственное, что ты будешь эту штуку брать, хотеть брать на Равагеры. А Равагеры и самолеты, вот это вот, мне кажется, особо не взлетело именно из-за стоимости в очках. Так что проблема баланса ядовитой и противотанковой стрельбы у нас решена. И, да, ставим за чем, ставим за чем. Дальше я упоминал такую проблему, что все то, что у нас должно быть по дефолту в наших даталистах, оно выведено в отдельные стратагемы, иногда очень в страты. И тот же Crucible of Malediction, он как был, так и остался. Одноразовое говно на 2 очка, и это все полная херня. Никаких тебе улучшенных парусов в качестве снаряжения на рейдер, тоже ничего не завезли. Это опять-таки стратагема, и весь рейтинг Flyby остается стратагемой. Эта проблема не решена, ГВ не признает это за проблему, судя по всему, так что нет. Следующий, да, экипировка Архонта. Экипировка Архонта стала еще хуже, да, там, как у нас был идиотский вот этот второй инвуль до первого провала. Я бы сказал, до первого броска, блин, на этот инвуль, так оно и осталось. Плюс еще Хасблейк понерфили, да, броня у него стабильно 5+, вот это в сад... Ай, да, я не знаю. Ну, кабалитская у него, короче, броня, все, ну это, конечно, чуть... Ай, нет, эта проблема не решена. Архонт как был идиотом, так и остался, и просто идиотом. Чтобы сделать из Архонта хорошего рукопашника, его надо обвешивать артефактами, как елочную игрушку. И варлортейтами, и артефактами. Ну, в принципе, это нормально. Архонт голый, это простой офис-менеджер, который руководит там, руководит сам, тебе рерол, так тебе рерол ту вунд, тыры-пыры. Единичек только, да, не смотрите, я же все-таки офис-менеджер, а не топ-менеджер, так что да. Антипсайкевских средств нам также не завезли, вообще никак, это уже проблема не решена, минус. Лорд оф вор нету, векта нету. Фракция у нас нихрена не быстрая. Она стала еще хуже, у нас скорость еще больше отняли, мы все еще медленные, блин. Ну, чарж после адванса, это единственное, что у нас есть. Но мы стали медленнее, потому что рейдеры все те же дурацкие 14 дюймов есть. Флейт Скал теперь дает не плюс 3 дюйма, а плюс 2 дюйма на движение, да. То есть, если ты хотел как-то побыстрее ездить, все, херня полная. Парусов нету дополнительных встроенных. Медленно, очень медленно. Единственное, что какие-то пешие наши силы, да, за счет вот этих вот черджа после адванса, оно немножко, наверное, побыстрее будет, чуть-чуть, на полшишечки. Либо так же, как и было. Короче, не зачет, абсолютное говно полное. Вот, ну и соответствие бэка и правил, конечно же, у нас в бэке какие-то небылицы и сказки продолжаются. То есть, Лилит, да, та же самая Лилитка, которая, которой даже наскучили обычные дуэли на арене. Она всех побеждает, она не... Ей скучно уже всех побеждать, нет достойного оппонента. Она идет искать Люция. Ну, чё, чё, чё за бред, блин? У нее третий, блин, даже инвуль отобрали. Ей дали минус один тухит. Это что, это что за говно? Минус один тухит всего лишь. Я понимаю, как на Белокоре, да? То есть, тебя можно только на четверке пробить. Четыре плюс. Попасть в тебя, да? Нет. Третьего инвуля, видимо, в девятой редакции не будет ни у кого, у Лилит в том числе. Четвертый инвуль, как на обычной суккубе. Это не впечатляет. Плюс нам не завезли каких-то интересных артефактов. Весь этот мусор у нас переехал из редакции в редакцию. Очень много мусора. Конечно, есть прикольные артефакты. Тот же Триптихвип. Безумный агонайзер. Но в основном... Че-то такого уровня Дарк Гейт хочется, чтобы ты... Чтобы Архонт спустился в подвал, достал запрещенный супер артефакт Дарк Гейт какой-то и... В ХТХ по башке им ударил. Ну, как-то так. Кодекс вышел. Он не идеальный. По-прежнему. Кое-что исправлено. Кое-что занерфлено. Нравится он нам или нет, Games Workshop уже не колышет. Нам теперь с ним жить. Вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Что вам нравится, что не нравится. Какие удивительные комбинации, которые я не рассмотрел. Рассмотрели вы, да. То есть, вот эту вот штуку с Лилиткой, которая отступает из ХТХ на своей консолидации, я очень не сразу рассмотрел. Мне понадобилась подсказка из зрительного зала. Поэтому вот, что вы еще наглядели. Может, кто-то где-то на форумах что-то вычитал интересное. Напишите обязательно в комментариях. Поделитесь. На этом ролик заканчивается. Наконец-то таки. И вам, ребята, удачи, любви и терпения. До новых встреч. Пока-пока.